Сегодня состоялось долгожданное, торжественное открытие 46-й школы. Наша съемочная группа побывала на празднике. Сегодня я шагаю в первый класс. Игрушки все я подарила сестре. Теперь тетрадь, учебник на столе. Школа, школа, а мы скучали. Ради снова встречи с учителями. За парты сели несколько сотен ребят. Для них этот день особенный. Еще и потому, что возвращаются в родные стены. 46-я школа, как и обещали городские власти, открылась после двухлетнего перерыва к началу нового учебного сезона. На время, пока здесь проходил ремонт, учеников и преподавателей разделили по разным образовательным учреждениям. Несмотря на это, весь педагогический состав удалось сохранить полностью. На школьную линейку Лариса Дергунова привела двух своих детей. Во время ремонта они учились в разных местах. И вот настал момент возвращаться в родную школу. Говорит, ожидание того стоило. Это стоило того подождать, чтобы вернуться в такую красивую школу. Прежде чем ученики сели за парты, здание проинспектировала глава города Елена Лапушкина. А уже успели оборудование. Все, спортивные, компьютеры, мебель все получили. Пожарная безопасность. Сразу после Елена Лапушкина поблагодарила всех причастных к новоселью и поздравила школьников с их праздником. Не могу не обойтись без слов благодарности. Но прежде всего нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что он как никто понимает, что такое закрытие школы в Октябрьском районе. И поэтому все средства на ремонт школы, на оборудование школы были предоставлены нам в полном объеме и достаточно короткие сроки. Полтора года назад на встрече с родителями я лично пообещала им, что 1 сентября 2019 года эта школа будет открыта для учебного процесса. И я так рада, что это обещание было выполнено. Органы власти Самарской области сделали все возможное, чтобы у вас учебный процесс стал максимально комфортным и эффективным. 46-я школа преобразилась до неузнаваемости. Полностью поменяли фасад, окна, сделали внутреннюю отделку, адаптировали здания под людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда закупили новое современное оборудование, преобразили и площадку вокруг, убрали гаражи, что располагались по соседству. Теперь этот светлый дом снова готов выпускать из своих стен отличников и призеров различных соревнований. Для этого здесь созданы все условия. В первый раз в новый класс. Торжественная линейка в честь Дня знаний и открытие обновленного корпуса школы номер 7 прошла в Кошлев-парке. Какие возможности открываются для школьников в новом здании, узнаем прямо сейчас. Галина Путинцева возглавляет учебное заведение четвертый год. Рассказывает, с каждым годом в школу идет все больше детей, и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Поэтому было принято решение о строительстве нового корпуса. Я обратилась с инициативой в региональные и городские власти. И благодаря им, конечно, их поддержке, которые поняли мою проблему, я им очень благодарна за поддержку и помощь. У нас появился корпус номер 2. Новый корпус школы оборудован по высшему разряду. В каждом классе интерактивные доски, а в кабинете технологии – новейшие станки и швейное оборудование. В школе есть бассейн и большой актовый зал. Здание спроектировано таким образом, чтобы во внеурочное время можно было смотреть театральные постановки, посещать разные спортивные секции с отдельным входом и раздевалками. Уже сейчас мы планируем, что в следующем году еще будет больше первоклассников, поэтому нам корпус этот необходим. Вот средняя и старшая школа у нас переехала, и сегодня у нас радостное событие. В послании губернатора он обращал на это внимание убрать вот эти бумажные границы. И замысел был в том, что тот корпус, этот корпус, еще один корпус – это должна быть как одна единая система. Корпуса седьмой школы находятся в разных местах микрорайона. Но это не создаст проблем для учащихся. Между ними будут курсировать современные школьные автобусы. Безопасность превыше всего. В Самаре в школе номер 29 в честь Дня знаний прошли открытые уроки. Один из них был посвящен безопасности. Дети узнали, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях и с удовольствием изучили строение пожарной машины. Как быть, если все внезапно пошло не так, узнаем прямо сейчас. Алексей Мещеряков ведет свою дочку в первый класс. Рассказывает, что сильно волновался, когда готовил ребенка к первому сентября. Долго и тщательно подбирали платья, обувь и цветы. По словам Алексея, главное, чтобы ей понравилось в школе, и она приобретала новые знания. С трепетными чувствами, с чувством гордости какой-то и сознанием того, что у меня ребенок вырос и идет в первый класс. На торжественной линейке в честь Дня знаний школьники выступили со своими подготовленными номерами, в которых они могли продемонстрировать свои таланты. В скором времени многие из них уже закончат школу, и выбор будущей профессии не за горами. И одним словом, для вас, для всех найдется масса разных профессий и специальностей. Только учитесь, дерзайте. В школу пришли и сотрудники МЧС. Они провели урок безопасности, где рассказали детям, как вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Такие занятия будут проводить в течение всего учебного года. Никита Борисов, Мария Левина, Константин Головин. События.